всем привет вакуумная камера своими руками для тех кто занимается смолой литьем пропиткой древесины разными составами нужна вакуумная камера одно из применений в основном для хендмейдеров моя вакуумная камера ей уже года три с чего я делаю из обрезка трубы металлической на металлоприем толстостенная труба получается 7 миллиметров но она обработана смолой у меня и внутри и снаружи вместо но уплотнительная резинка это резинки которые используются для уплотнения дверных проемов окон на резиновые держит главное склеить стык на косую не на ровную чтобы не было прохода воздуха для того чтобы не варить сюда штуцер выход я купил переходник такой штуцер латунный везде есть видно вот она на резинках хорошо держит что надо будет тройник два шаровых крана переходник для крепления трубки от вакуумного насоса так хотел низ приварить были остатки от стеклотекстолита 3 миллиметра по моему до 3 миллиметровый склеил их между собой там получается сэндвич такой из 4 до из четырех таких пластин стеклотекстолитовых клеил с четвертью чтобы внутри залил это все смолой потом держит но и уже лишь говорю сколько пользовался работал я со смолой конечно грустно об этом вспоминать так крышка чем я занимался крышку в гараже нашел у себя старый текстолит 5 миллиметров в общем 10 10 кле между собой клеил его по моему на дихлоры там до на дихлоры там клеил держит нормально конечно хотелось бы попрозрачнее сейчас именно хотелось бы попрозрачнее чтобы можно было какие-либо видосы пилить чем я занимался занимался изготовлением разработкой изготовлением солнечных панелей солнечные подоконники уже сделали производство все все оборудование уже даже первый заказ бы ну пришлось пока что это все под забросить поставить на паузу пришлось уехать так вот такие вещи делаются вакуумные камеры нужны в общем-то для дегазации ну и не только можно солить рыбу в вакууме и мариновать шашлыки быстрее все происходит так но что подключим подключение убедиться что обычная резиновая резиновый уплотнитель до лучше всего силиконовые может я потом и переделаю на резиновый уплотнитель дверной точно также держит без проблем плющик не надо делать вот эти вот зажимы вакуум все сделано раз плющик не так она давно конечно стояла год стоял и все держит за крышку беру не девается но изначально я проверял сутки оставлял приходишь крышка намертво приклеена но те кто не знаю будут делать из более тонкого металла из тоньше трубы что я вам посоветую по возможности ребра жесткости просто напросто делайте по всему диаметру кольцо или приваривайте или приклеиваете для того чтобы ваша всех конструкция не схлопнулась во внутрь но и здесь на крышке тоже четверть чтобы когда вы создаете вакуум у вас горлышко не сжималась во внутрь по диаметру что я тот сделал это но проточил или или нашел токаря чтобы именно проточил вот это не сможете не обтачивать вверх надо сделать плоскость конечно желательно было чтобы и по внутреннему диаметру он его проточил чтобы была окружность ровная но хоть и за это спасибо чтобы было прилегание вот так вот такая вещь